здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на портале xg.ru сейчас мы с вами поговорим о мессианских пророчествах в книге пророка амоса и обычно указывают что этих пророчеств 2 в этой книге и мы их разберем и заодно посмотрим как устроены ветхозаветные пророчества и так первое пророчество находится в 8 главе то уже почти самый конец книги в девятом стихе и будет тот день говорит господь бог произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня и вот если взять этот отрывок только этот отрывок и просто прочитать то кажется что этот отрывок относится к истории распятия потому что мы знаем когда христа распинали когда он был на кресте на несколько часов наступила тьма и она наступила днем и понятно что этот отрывок мы можем также так и прочитать однако если мы возьмем всю восьмую главу ну и вообще всю книгу то мы увидим что вообще-то не очень получается потому что здесь говорится о том как еврейский народ а конкретно северное царство будет уведено в плен и что же получается что это пророчество он как бы не к христу а к евреям и более того она закончилась но в данном случае мы сталкиваемся с очень интересным видом пророчества которые экзегеты называют пророчество дайного исполнения что это значит это значит что есть какой-то пророчество какой-то текст который с одной стороны его можно прочитать буквально но вот буквальное исполнение не произошло а можно прочитать не буквально и вот не буквально но и произошло и вот в данном случае это такое прочее для новое С одной стороны, говорится о том, как евреев будут уводить в плен. Но когда евреев уводили в плен, тьма не наступила. То есть пророчество исполнилось, но не полностью. Пророчество исполнилось буквально, но не полностью. С другой стороны, когда мы смотрим на страдания Христа, мы видим, что здесь, конечно, ни о каком плене нет речи. Мы говорим о смерти мессии. Но мы понимаем, что это пророчество исполнилось полностью, но не буквально. Поэтому в данном случае это очень интересное пророчество. Такой вид пророчества встречается и в других отрывках. Оно исполняется два раза. Один раз буквально, но не полностью. Второй раз не буквально, но полностью. Следующий отрывок. Еще более интересный и еще более сложный. Это девятая глава, последняя глава и, можно сказать, самый конец книги. В тот день я восстановлю скиню Давидова падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенно восстановлю, и устрою ее, как дни древние, чтобы они владели остатком и дома, и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. О чем этот текст? Если читать девятую главу, то здесь говорится о возвращении евреев из плены. И вроде бы получается, что речь идет о возвращении из плены и восстановлении еврейского царства. И вот здесь мы снова сталкиваемся с этим видом пророчества, пророчества двойного исполнения. Смотрите, евреи возвращаются из плена. Руководитель возвращения из плена – это Зарававель. Он потомок царя Давида, но он никогда не стал царем. Он был князем, он управлял евреями, но свою власть он не передал своим потомкам. И мы знаем, что когда Христос родился, потомки царя Давида не имели никакой власти или богатства. Здесь получается, что когда евреи вернутся из плена, будет восстановлено еврейское царство, да и более того, на престоле будут сидеть давидиды, потомки Давида. Но этого не произошло. Поэтому этот отрывок в Новом Завете стал пониматься как мессианский или, так скажем так, как пророчество о Новом Завете. И этот отрывок читается, вернее, повторяется или на него ссылается во время апостольского собора. Чтобы понять смысл вот этой фразы, этого отрывка в Новом Заветном контексте, давайте вспомним, по каким причинам собирался апостольский собор. Когда христианство возникло, сначала оно распространялось среди евреев. И как это выглядело? Евреи исполняли закон, и кроме этого они еще верили во Христа. То есть, они там над своими детьми совершили обрезание, в то же время было крещение, они ходили в синагогу или в храм, в то же время по воскресенью они собирались на Евхаристию. То есть, это было какое-то особое движение внутри иудаизма. Дальше происходит первый миссионерский прорыв, когда христианство выходит за рамки иудаизма. И первое, к кому обращается проповедь христианства, вернее, ну, можно сказать, первый, кто обращается к христианству после иудеев, это самаряне. Самаряне, с точки зрения иудаизма, были еретиками. Но они все-таки исполняли закон со своими особенностями, со своими правилами, со своими там хитростями, но они исполняли закон. Но потом происходит еще один миссионерский прорыв, и христианство обращается к язычникам. Кстати, очень интересно, вот, можно так себе задать вопрос, кто, кого считают апостолом язычников? Все отвечают. Павел, кто был апостолом иудеев? Петр. Но если посмотреть в книгу «Деяний», то получится очень все наоборот. Первого язычника крестил апостол Петр, это был Корнилий Сотник. А апостол Павел, как обычно, проповедовал. Он приходил в какой-то город и сразу шел в синагогу. То есть, он проповедовал среди иудеев. Ну, ладно. Итак, христианство начало распространяться среди язычников. Но вот стал вопрос, а что делать этим новообращенным христианам? И сложилось два мнения. Первое мнение – это мнение о том, что язычники должны принять иудаизм, то есть, принять обрезание, это очень обязательно было, принять иудаизм, принять все иго закона. И только после этого они могли считаться христианами. Другое направление, другая точка зрения. Говорило о том, что нет, не надо язычникам принимать иудаизм, достаточно быть христианином. Споры шли и кончилось тем, что собирается в Иерусалиме собор апостолов, потому что апостолы еще живы. Собираются учителя, проповедники, главой собора является апостол Иаков. И на этом соборе выносится решение. Так, кстати, очень интересно. Собор выносит решение. И звучит формула, которая потом будет повторяться на других соборах. Угодно нам и Святому Духу, угодно нам и Богу. То-то и то-то. И что решает собор? Собор решает, что да, язычникам достаточно принять христианство, не надо им принимать иудаизм. Чтобы подтвердить эту точку зрения, глава собора, апостол Иаков, обращается к этому отрывку. И как понимается этот отрывок? Что за скиния Давидова падшая? Это понимается все человечество и даже более того, конкретно, язычники, которые были падшие, отвергнутые и отвергшие Бога. И вот Бог восстанавливает их, снова делает их своими чадами. И они создают скиния Давидова падшую. Скиния Давидова, скиния Давидова, это дом Давида. Это церковь. Потому что Христос, как потомок Давида, глава церкви. И церковь восстановлена, в нее вошли язычники, и они овладевают всеми народами. И это действительно так, потому что одна из особенностей христианства, это ее миссионерский порыв. Потому что христиане не могут замкнуться сами в себе, в каком-то народе. Они хотят, чтобы вещь о Христе дошла до всех людей. Поэтому скиния Давидова, это церковь, церковь из язычников. Хорошо. Мы с вами разобрали два миссианских отрывков из книги пророка Амоса, из восьмой главы и из девятой главы. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на портале exeget.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...